Субтитры делал DimaTorzok Сейчас мы тренировали принципы братсков. Подсечки, высекания. Что же можно сделать против этого? Стоять, просто ждать, когда кинут. Надеяться на удачу. Есть много принципов, которые я сейчас вам один из них объясню. Вот, допустим, он давит на меня рукой. Я пропускаю щил, отвечаю. Вы сейчас видите, что-то новое? Нет. То же самое используется. И, кстати, хотят выполнить бросок. Это один из принципов часа, который можно использовать в бросках. Вот, посмотрите, я вошел. Он хочет меня бросить. Он исполнил принцип. Он близко. Он лишил мне баланса. И ближняя нога рядом со мной. Если я ничего не делаю, я упаду. Я чувствую силу идет по окружности мой центр. То есть, вот так. Я это чувствую. Уморвишься, Вектор, что у вас... Бектор мишик. Мишик, Вектор мишик. Векцар без силу. Чувствую силу идет его по кругу. Я чувствую силу. И иду с его силой. После этого я могу выполнить бросок. Я иду с этим Вектором. И тогда он оказывается в сомневательной ситуации. Я иду с его силой. Соответственно, после этого могу его бросить. Может, он потом находится без равновесия, а не я. Посмотрите внимательно. И если с этим внимательно, то сила идет не назад. Если я буду идти четко вниз-назад, то я должен идти по вектору его силы. Я тоже самое. Двигаюсь. Чуть-чуть под ногами. Видно? И когда уже нужно исполнять? То же самое. Голос, допустим. Очень бросок выполнен, да? Через бедро. Что я делаю? Я пытаюсь силой... Нет! Я иду с этой силой, я не сопротивляюсь этой силой. Я иду с этой силой, и он оказывается в невыгодном положении, да? Опа! Вперед прошу, Бакша, Бэдзи Мацатватэн. Как? 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 Сейчас опять поймите, что они в очень мажковом положении. Вы должны понимать, как спорт, в принципе, часа в бросках. Еще раз входим в ту ситуацию, в которой мы оказываемся близко. Портнер решает вас равновесие. Вы слышите его силу. Ведете с его силой. После этого можно делать самую же подсечку. Используя ближнюю ногу. Это делается правильно. Небольшое движение уже лишает его равновесие. Сейчас на русском объясню более подробно. Если вы делаете правильность от того, что вы просто перемещаетесь с векторами его силы, вы уже сразу два этапа проходите. То есть вы уже близко были. И за что, что вы перемещаетесь, автоматически выводите равновесиеся. Он достаточно просто... Даже нога уже стоит та же. В этом это будет намного быстрее. Правильно выгодно техника Пансенана неожиданно. Партнер не успевает понять. Он хотел сделать бросок, он оказался на пол. То есть на этом нужно чувствовать. Это навыки вашего часа и, соответственно, чекек липки и ног. Что все прорабатывается на разных этапах вашего обучения. Попробуйте, пожалуйста. Это достаточно интересный принцип. Его нужно понимать.